Так, у нас попытка номер два выйти в эфир. Решили выйти в эфир, друзья. Сейчас самое главное, чтобы не висло. Самое главное, напишите, виснет интернет или нет. Как связь? Как связь, скажите, пожалуйста. Мы пытаемся номер два попытка, потому что мне интересно ваше мнение узнать. Напишите, как интернет. Не виснет, хорошо видно, картинка хорошая? Картинка хорошая? Напишите плюсики, если все хорошо. Добрый вечер. Всем здравствуйте. Всем привет, всем привет, всем ладошки. Здравствуйте, здравствуйте. Интернет хороший, скажите, пожалуйста, нормально картинка? Ничего не виснет, картинка хорошая. Короче говоря, у нас тут с Лешкой спор. Мы разговаривали на тему того, где можно найти мужа. Леша говорит, что в интернете можно легко найти мужа. И с твоими подписчиками можно легко это сделать. Он завтра уезжает, и я сейчас вышла в эфир для того, чтобы просто Лешке доказать, как вы считаете, можно ли найти в интернете мужа, есть ли у вас такие истории, потому что мне кажется, что это совершенно нереально. А вот Леша, например, совершенно наоборот говорит. Почему бы и нет, друзья? Ну вот как вы считаете? Смотрите. У нас же с вами ситуация какая. Нас же много. Мы же можем помочь моей сестренке, правильно? Мы же можем организовать, чтобы у нас все было хорошо. Ну, Насаш, я тут читаю сообщение, а только вчера проходили мимо сыроварни, и так хотела зайти, прям тянула туда, но стольков не было, вы были там. Да, Саш, привет. Ты слышала, что Тристан из Кахно сказали, что ты лицемерка, они тебя обсирали. Ну и флаг им в руки, господи, что я могу сказать. Можно, можно, кто-то говорит, я могу рассказать. Ой, не Кост, расскажите, пожалуйста, опишите свою историю, какая была. Вот Лешка решил мне найти мужа. Так получилось, что у меня недавно закончились отношения, и я немножко в такую грустинку поймала. Лешка приехал, немного разбавлял всю эту историю, а завтра он уезжает. И мне сейчас тяжело. Он говорит, сейчас мы тебе найдем не вопрос. Леша. Друзья, смотрите, нас же много, мы же можем помочь. У Сашули большое количество подписчиков. Давайте что-нибудь придумаем. Наверняка среди ее подписчиков найдутся молодые люди. Кто-то пишет, я ВКонтакте нашла, я могу рассказать, можно найти мужа. Поделитесь, поделитесь своим опытом. Давайте мы сейчас это максимально, как говорится, соберем мнение. А кто-то согласен со мной, согласна. Вот Евгеша пишет, согласен Саше, это проблематично. Моя сестра нашла тоже, тут прям разные абсолютно. Привет, только спросить, хотела, где ваш обаятельный братик, красавчик. Я замужем. Всем здравствуйте, всем добрый вечер. Ребята, на самом деле ситуация такая, я, наверное, предоставлю слово своей сестре в первую очередь. Она нам расскажет, что она вообще думает по этому поводу. Вот какие ее мысли? Ну, это же не просто там нельзя найти мужа. А почему нельзя найти мужа? Вот ты как считаешь? Вот что? Потому что мое мнение, что в интернетной все эти общения интернетные, это некая такая обманка. И в основном мужчина может быть один в интернете писать какие-то вещи. Когда с ним встречаешься воочию, смотришь ему в глаза, и он совершенно другой человек. И в основном-то все мужчины хотят через интернет произвести впечатление. Леш, не мне тебе об этом говорить. Окей, хорошо. Ну вот он на тебя произвел какое-то впечатление. Дальше. Он предлагает, ему, допустим, понравилось. Ну? Он тебе говорит, можно вас пригласить на свидание? Давайте, вот он все. Вот он тебя видит, и он говорит, вы мне очень понравились. Или не говорит, что вы очень понравились. Вы там познакомились, имя, фамилия, отчество, адрес и так далее. Давайте с вами куда-нибудь сходим. Вот ты с ним выходишь. Но тебе понравились его фотографии, не знаю. Как правило, на фотографиях все другие, они все себя в ракурсе фотографируют таком, чтобы было видно красивый пресс, а потом приходит там мамончик у него, понимаешь, второй подбородок и так далее. И ругается он матом, к примеру. У вас такое разве не бывало? Давай сейчас быстро я прочитаю, что пишет. Привет. Так, так, можно, конечно, в жизни-то сложно, а тут интер. Вот я тоже так считаю, в интернете нельзя, нормальные мужики не сидят в интернете, они занимаются серьезными делами. Поддерживаю вас. Это неправда, я здесь совершенно не согласен. У меня есть примеры достаточно взрослых людей, которые старше меня на энное количество лет, и у них получалось находиться... Это мне сейчас брат, знаешь, что мне он сейчас сказал? Давай мы тебя в Тиндере зарегистрируем, а в Тиндер, кто знает Тиндер, там только на постель все. Только на одну ночь. В Тиндере он мне хотел зарегистрироваться. Взял мой телефон, сейчас буду тебя регистрировать. Друзья, ну давайте, давайте, давайте будем честными, как говорится, нужно же пробовать, ну не попробовав, не поймешь, как это все работает на самом деле. А вдруг, ну вы же не знаете, правильно согласитесь? Ведь можно просто начать какое-то элементарное общение, а мало ли что. Кто-то, я с мужем познакомилась на сайте знакомства, я 6 лет за ним замужем. Молодец, Лешка, тебе уже пишут, понимаешь? Нет, ребят, ну смотрите, ну есть же огромное количество примеров, когда люди знакомились в интернете. Если кто есть примерно, наверное, где-то около моего возраста, мне... Тебе 39 лет, Леш? 39 лет. Ребята, вы все помните период, когда у нас с вами очень активно был такой сайт lifejournal.ru. Это живой журнал, это люди, где описывали какие-то свои истории, где, может быть, писали какие-то журналистские расследования, может быть, просто что-то писали о жизни. Но таким образом люди знакомились, потому что ты читаешь, тебе нравится письмо, ты можешь написать человеку в личку, может быть, вы обменялись какими-то контактами, фотографиями. Тогда был вариант такой. Потом появлялись сайты знакомств, люди знакомились через сайты знакомств, они встречались, они разводились, они сходились и так далее. Сейчас у нас все более продвинуто. У нас с вами сейчас есть шикарные площадки. Я не говорю про Facebook. Давайте будем честными. Facebook, одноклассники, изначально концепция была такая и преподносилась, что это люди знакомые, это коллеги по работе, это, может быть, друзья из института, из школы. Ну, окей, возможно, и там тоже. А дай-ка я посмотрю профиль молодого человека или какой-нибудь девчонки. Дальше у нас с вами появился инстаграм. Огромнейшая площадка, на которой наверняка кто-то кого-то находил. Так, а братик женат? Леш, ты женат? Нет, друзья, я не женат. Я не женат. О, кто-то пишет, друга нашел жену на мамбе, 13 лет вместе, да вы что? Вот, абсолютно верно, был такой сайт, он очень испортился, мы все прекрасно знаем, во что он превратился, но он действительно был популярный. Ну, сейчас все сайты знакомств, мое мнение, что это некий такой прям, ну, прям развратище такое, понимаешь? Ну, по большей. Да, вот сейчас по большей части так оно и есть. По большей степени я с тобой соглашусь, но давай будем честными, хорошо, давай мы посмотрим на это немножко по-другому. Это разврат. Ну? Но считаешь ли ты, что среди любого разврата все равно есть... Так, тут пишет, какой муж нужен? Сформулируйте четко образ. Давайте сейчас я буду формулировать образ. Мне нужен харизматичный, любящий, чтобы он был мне прежде всего другом, и главное, чтобы он любил детей, это однозначно, чтобы этот мужчина... Леш, ну что этот мужчина? Ну что этот мужчина? Ну что, вот что ты, вот каким ты видишь ради мужчину рядом с собой? Ну я хочу, чтобы он меня любил, для меня это самое важное. Ребят, смотрите, я считаю так, вот я вам просто расскажу небольшой пример. Например, у меня есть один приятель, который ищет себе жену, девушку, партнершу, серьезные отношения, никаких кратковременных встреч на час и так далее, и так далее. И у него один есть критерий, один единственный. Какой? У него должна возникнуть искра. Вот у меня тоже должна возникнуть искра. У него должна возникнуть искра. Получается так, что если ему кто-то начинает нравиться, и он видит, что по фотографии все окей, по там первому общению у него тоже все хорошо, он сразу же незамедлительно приглашает девушку на свидание. Ну вот мужчинам вам проще, ты понимаешь? Вам проще мужчинам, а нам как быть? Но, послушай меня, но если у него возникла искра, это не значит, что с другой стороны экрана тоже есть искра, согласись. Ну понятно, что возникла искра, но как правило мужчина, когда он знакомится через интернет, что он хочет? В принципе, ухаживаний. Вот кто сейчас ухаживает за девушкой? Вот скажи мне, есть ли сейчас такое? Конечно есть, абсолютно точно. Не надо всех под одну гребенку. Есть большое количество людей несчастных, которые не могут найти себе свою родную душу. Элементарно просто. Я, например, ищу свою родную душу. Для меня должен быть самое главное, первое, это друг души. Сейчас, к сожалению, только друг Пипы может быть. Вот мое такое мнение. Больше друга. Они выше вообще не поднимаются, мужчины. Леша, ну давай так, у тебя тоже было очень много женщин. И ты сжиганил. Понимаешь? Ну, у всех был определенный период в жизни. Каждый через что-то проходил, безусловно. Но, друзья, вы поймите, что у нас сейчас с вами время очень, будем говорить так, это может звучать двусмысленно. Быстрых знакомств. Что такое быстрые знакомства? Привет, привет. Как тебя зовут? У вас разговор застопорился, и вы не знаете, как дальше общаться. Удалили, разошлись по разным углом. Тут уже пишут, давай я за тобой буду ухаживать. Красава уже пишет. Красава. Так. А брат женат? Брат не женат. Мне тоже нужен муж. Девчонки, давайте объединяться. Кому нужен муж? Можно, кстати, устроить поиски мужа? Ребят, у нас, давайте, у нас будет такая с вами передача, да? Ищем мужа для Харитоновой. Как вам такое? Ты реально хочешь мне найти мужа? Ну, а почему нет? Ты серьезно? Ну, у тебя аудитория 630 тысяч человек. Наверняка среди 630 тысяч есть хотя бы двое. Ребят, вот есть, как вы считаете, может среди этого количества людей быть хотя бы двое, которые готовы приехать в Геленджик, пригласить мою сестру? Ты серьезно? Пройтись по набережной и сказать, Александра, меня зовут Василий, я из города Череповец. Я вот увидел тебя в инстаграме, я даже не знаю, чем ты занималась до этого, но я хотел бы попытаться стать мужчиной для тебя. Ой, мне прям жарко стало. Леш, ты серьезно хочешь мне найти мужа? Ну, а почему нет? Слушайте, ну раз такая ситуация, вы поймите, это может звучать очень смешно. Я завтра улетаю домой, в свою любимую Москву. Так, красава из города Волгоград. Красава из города Волгоград, отлично. У меня больше нет кавалера, на самом деле я недавно рассталась, у меня закончились отношения длительные, и на этой почве как раз приехала сюда семья меня реабилитировать. И вот мы реабилитируем. Я сегодня начала опять грустить, потому что они уезжают. И мы с Лешкой начали, я говорю, а где, где? У меня прям, я говорю, ну где еще можно найти? Но когда ты выходишь из отношения, конечно, тебе нужен какой-то период. Устройте шоу «Холостячка» вместо «Холостяк» на ТНТ. Нет, ребят, давайте мы не будем никакие ТНТ брать, у нас все камерно, несмотря на то, что аудитория большая, но эта аудитория принадлежит исключительно Саше. Поэтому я считаю, что среди этой аудитории можно поднажать и попытаться чего-то добиться. Как говорится, мы абсолютно ничего с вами не теряем. Я же даже прям занервничала. Но пытаться, попытка, как говорится, не пытка. Почему бы и нет? А как ты это видишь? Как можно найти мужа? Причем, девчонки, если я реально найду мужа, то мы объединимся и сделаем такой клуб, и будем всем искать, чтобы у каждой девушки была пара. Каждой. А как ты это представляешь? Как можно через интернет мне найти мужа? Ну что, я должна сидеть и говорить, ну что? Кто? Что? Как ты это представляешь? Ребята, я представляю это следующим образом. Что Саша все-таки как-никак, ну где-то она светится, но кто-то же на нее смотрит. И может быть, этот тот самый кто-то стесняется. Может быть, он ждет какого-то триггера, да? То есть он ждет, чтобы что-то тыньк и щелкнуло. Вдруг сейчас кто-то из зрителей... Все придем на свадьбу, пишут, да, абсолютно. У нас будет самая большая свадьба. У нас будет самая большая свадьба, будет гулять весь Геленджик. Кто-то вдруг из зрителей сейчас думает, блин, а я-то сидел все это время, смотрел на Харитонову, и думал, что она там счастлива, что она замужем, что у нее все прекрасно и замечательно. Боялся ей написать, боялся спросить, боялся поинтересоваться. Я, конечно, понимаю, что, наверное, многие могут сейчас из вас сидеть и думать, ну что это такое, вы даете там какую-то рекламу, ребята. Ну вы же понимаете, что когда Саша готовит для вас кабачки, пропаренный рис и мачо, она дает вам рекламу правильного питания. Вы должны прекрасно понимать... То есть ты хочешь сейчас сделать мне рекламу, типа, если я найду мужа, то все в это поверят? Да, конечно, а почему нет? Я в это не верю. Что это действительно возможно. Давай попробуем сделать это публично. А чего смеяться? Ну мы же можем попытаться. Есть кто-то... Кто-то говорит, брат, верно, говорит, неужели нет желающих? Вы что? Это Лешка пошутил, он выходил как-то в эфир, его спросили, А, кстати, а есть какие-то... У тебя... Он не женат, я еще раз повторюсь. Его спросили, а были какие-то девушки желающие? Он так... Ноль. Собственно, вот так. На самом деле я в какой-то степени, может быть, тоже... Я тебе так скажу. Я, наверное, такая девушка опасаюсь. Я действительно боюсь. Я не знаю, я боюсь. Через интернет. Это незнакомый человек. А потом же нужно притереться. Как правило, из другого города. И начинается столько вот этих вот но-но-но, что они уже закрывают все желание. Но ты же понимаешь, что даже если кто-то из другого города, если кому-то это действительно интересно, и он является не балабовым... Смотри, не соглашусь с вами, Александр, как мне кажется, очень девушка с приветом... Очень девушка с приветом, поймите меня правильно, но с 9% мужчин к таким не подойдут. Кстати, да, возможно, вы тоже правы, потому что сейчас все вообще друг друга боятся. Мне кажется, и мужчина, и женщина, и женщина, и мужчина боятся. То же самое. Ребят, боятся, потому что людям сейчас мало что нужно. И как правило... А что нужно? Ну, людям... Кому-то вообще ничего не нужно. Вот именно, что ничего не нужно. Ну, так, ну, я еще раз тебе повторяю, что кто тебе сказал, что нет ни одного? То есть ты целиком и полностью уверена в том, что их нету? Потому что мне кажется, что уже все женаты, потому что уже все как-то устроились в жизни, понимаешь? Девчонки, девчонки, послушайте меня. Вот как вы считаете, я обращаюсь сейчас к девушкам 36 лет. Как вы считаете, 36 это приговор по-вашему или нет? Да, мне просто 36 лет. Сейчас будет 20 сентября день рождения. У моей сестры через несколько дней день рождения. Вы считаете ли вы, что 36 это приговор? Вот считаете вы, что 36 это приговор? Очень много безответственных мужчин. Тогда найдите мне жену. Так, красава. Не все женаты. Проверьте, Саша, уже многие развелись. Это начало. Нет, не приговор. Ой, спасибо. Конечно же не приговор. Девчонки, 36 это вторая молодость. Нет, 40 вы о чем? Ау! Нет, это не приговор. Юлейшка, это не приговор, самое главное искать. Мне тоже, вот Лешка мне сейчас говорит, поставь себе цель, поставь себе задачу, и ты точно найдешь себе человека. Где-то, возможно, я с ним соглашусь. Потому что когда я ставила себе цели, в принципе, я всех добивалась, цели ставила, и я их добивалась. Сейчас я просто понимаю, что я, например, готова к семье. Вот для меня это уже очень важно. Мне хочется создать быт. И опять же, девчонки, вы сейчас меня поймете, и ты сейчас меня поймешь. Что как только девушка хочет серьезных отношений, что мужчина делает? Бежит, бежит и еще раз бежит. Потому что, по-моему, сейчас система брака, она вообще умирает. Леш, сейчас умирает не система брака, сейчас умирает ответственность. Не каждый мужчина, пусть ему 20, 30, 40, 50. Правильно, там написали про ответственность. Не каждый мужчина готов брать на себя ответственность. Многие, ну, так предполагают, что мужчина является инфантом до 40 лет, а после 40 у него что-то просыпается. Но опять же, сейчас у нас такое время, что кто-то понимает, все, хорош, я готов, я хочу, мне надо, сейчас, немедленно, я не буду ждать. Если мне понравилось, я взял, забрал, объявил себя, показал, рассказал, кто я, что я, все. Смотри, я ставила цель влюбиться, влюбилась в том же месяце, вышла замуж через 6 месяцев. Вау, отличная история. Берите парня 20 лет и воспитывайте. Вот, не хочу. Ребят, вы знаете, это сейчас, сейчас это, наверное, уже не вариант. Абсолютно не вариант. Дело в том, что 20-летние парни, они молодцы, у них многое впереди, и им надо все-таки немножко подучиться. Я более того скажу, мое мнение, молодые мальчики, когда, я, например, там, мне 35 лет, и не важно, как я выгляжу, но все равно у меня сознание уже взрослого человека. Когда берешь молодого парня, у него вся жизнь впереди, и мне кажется, что это его будет только тянуть назад, потому что в итоге он тоже дорастет, там, ему 20, и через 10 лет, что он со мной будет делать? Конечно, он уйдет. Зачем вот такой крест на себя брать? Я считаю, что это неправильно, даже с моей точки зрения, встречаться с молодым мальчиком. Мое мнение, что он должен быть мой ровесник, но может быть чуть постарше, но окей, на 2 года он может быть меня младше. Не вопрос, да, это тоже может быть. Давай, ой, сколько вы написали. Очень важную тему затронули. У меня дочь, я никогда не думала, что это будет проблемой. Сколько красавиц, современных и интересных девушек, у которых не было вообще никого. Да, тебе нужен муж? Да, мне нужен муж. Нет, лучше старше. Мне кажется, после этого эфира у Саши отбой не будет женихов. Я готова. Ребят, смотрите, еще раз ситуация. Всех приветствую, кто к нам только что присоединился. Всем привет. Да, у нас небольшая, небольшая такая, ну, считайте, маленькая трагедия. Моя сестра совсем недавно рассталась с молодым человеком. Дело в том, что она была готова. Только все не рассказывай. Нет, я не все, нет, я не буду все рассказывать, это твое личное. Я просто считаю, что она была готова на нечто большее. Да. Мужчина к этому не был готов. Да, согласна. Я поэтому и закончила эти отношения, потому что мое мнение, что уже вот эти вот все... Мне не нужны потрохушки, мне не нужны какие-то вот эти однодневные знакомства. Я не хочу курортных романов. Я... Для меня что-то нужно уже серьезное. Если я не вижу этой серьезности, я не вижу смысла тратить время, потому что у меня времени уже очень мало. Вот я сегодня говорила о том, что сегодня Лешке говорила, говорю, Леш, сколько у меня осталось реальных часов, там, дней, лет до того, когда я могу встретить. В принципе, часы-то у меня тикают. И тратить время вот на это растрачивание я, например, не хочу. И для меня, например, если отношения, то это уже отношения с перспективой. Если перспективы нет, то нет. Это однозначно, Леш. И понимаешь, почему меня пугает, вот честно, почему меня пугает интернет? Потому что там нет перспективы, там легкость. Ты мне сегодня сам говорил, мужикам нужна легкость. Ну, извините, в 35 лет уже какую я легкость. Ну, просто потрохушки с ним устроить, но это тоже не вариант, ты понимаешь? Я не хочу растрачиваться. Это не моя история. Но ты должна понимать прекрасно, что если ты будешь... А мужчинам нужно сразу идти в потрохушки, в постель, чтобы попробовать. А я не готова. А ухаживать тоже никто не хочет. Потому что сейчас пруд пруди, красавица. И что делать? Это реально проблема. Вот действительно, я столкнулась, я очень много обдумывала. У меня было такое расставание тяжелое. И я реально об этом стала задумываться. Потому что сейчас очень сложно найти серьезность какую-то. Хотя бы серьезность, хотя бы ответственность. Это уже сложно. Ребят, ну, смотрите, на самом деле, ну, говорить, что это все сложно, что это невозможно, это точно такие же отговорки, если вы не хотите вставать с кровати и начинать день с какого-то позитива. Мы не берем жизненные ситуации, я не хочу вдаваться в тяжелые судьбы и так далее. Мы здесь не для этого собрались. Ты знаешь, что у меня, на самом деле, всегда было все непросто. Ты знаешь об этом. Я, вот он не всегда, тебе нужна легкость. Давай, вот это все полегче, пожигань. Я не хочу сжиганить. Мне уже это, я сейчас перестала там пить алкоголь. Я не выхожу в ночь. И, конечно, раньше это все было проще. Сейчас я так не могу. Не хочу. Отлично. Ты не хочешь? Вот я какой легкости говоришь? Вот скажи мне, вот что за легкость нужна мужчине? Вот ты, как мужик, скажи мне, что мне не хватает? Ну, первоначально, наверное, не стоит сходить с ума и бросаться в ум с головой. Тем более, если ты планируешь какие-то, как мне кажется, действительно серьезные отношения, то, безусловно, ты не должна бросаться на каждого. Я не, да, боже упаси, Леш, ты чего говоришь? Нет, 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 ты спросила про Лекси, хорошо, я могу говорить про другую. Скажи про глаза. Вот сегодня мы говорим, я говорю, Леш, ну вот как найти? Он говорит, это должно быть в глазах. У тебя нет в глазах. Чего у меня нет в глазах? У тебя нет в глазах сейчас желания по-настоящему быть для кого-то, жить для кого-то, как мне кажется. Опять же, это мое ощущение. У меня нет желания жить для кого-то. Может быть, оно есть у тебя внутри, но его сейчас пока что нет в глазах. Оно больше такое, знаешь, как бы туманное немножко. Я тебе так могу сказать. Ну, конечно, естественно. Давайте так, девочки, вы меня поймете. Когда мы выходим из отношений, там не то, что туманно, там, в принципе, в глазах ничего нет, потому что тебе больно. Черт подери, мне действительно было больно, Леш. И, конечно, какой сейчас, что у меня, какой у меня должен быть блеск в глазах? Я до сих пор где-то, как правило, когда расстаешься, ты все равно думаешь, что он вернется. И как бы ты, как бы он тебе не нравился, ты ждешь все равно, что он позвонит. Или он напишет, или что-то еще. Понимаешь? И, конечно, где-то я еще не закрыла эту дверь. И, конечно, у меня туман в глазах. Туман, флер от другого человека. Потому что я прикипела, и мне было тяжело. У мужчин все проще с этим. Кстати, мне кажется, у мужчин, вот сейчас столько примеров, ты можешь посмотреть. Был развод, только он развелся, он уже другую себе привел в дом. К примеру. У нас вот, это есть, на наших глазах все происходит. А у девушек по-другому. Мы должны все это переболеть. Так, мне кажется, брату быстрее, жену можно найти. Такие правильные слова говорите. Пока надо с собой разобраться. Пока надо с собой разобраться в глазах. Надо успокоиться, получить удовольствие от самой себя. Это легкость и удача придет сами. Я, наоборот, вижу этот свет в глазах. Я тоже согласна, что мне кажется, что я как-то... Я готова, вот просто готова. Просто нужно озвучить сразу все свои позиции по жизни. Опять же, кстати, вот озвучить свои позиции. Вот скажи мне, Леша, когда тебе девушка сразу начинает озвучивать, пугает. Любого мужчину пугает, согласись. Пока ты не узнал друг друга, о чем я ему должна озвучивать, какие позиции. Мы еще не узнали друг друга. Позиции это в притирке уже происходит. А когда сразу ты начинаешь... Вот как раз это и есть сложность. У меня вообще такого нет. Я наоборот, я вообще... Я не выясняю отношения, для меня это совершенно чуждо. Значит, у нас с вами есть разные типы отношений. Секунду, Саша, милый, у брата совсем другое видение. Он все же мужчина. Я повторюсь, не надо так заморачиваться на личной жизни. Живи радуйся жизни. Давайте так. Конечно, круто. Не надо заморачиваться на личной жизни. Но вот у меня сейчас, может быть, поздно, но пришло желание иметь детей. Я вам так скажу. И, конечно, как женский организм, и он мне об этом сигналит. Я не могу никуда это деть. Потому что когда я созрела, поздно, не поздно, у каждого там свои мерки. Но это происходит сейчас. И не надо заморачиваться, жить и радоваться. В принципе, я, мне кажется, пожелаю порадоваться. Уже. Вы понимаете, здесь какая ситуация у нас с вами происходит? Вот тут написали, что не надо озвучивать ничего на первом свидании. Как правило, никто не озвучивает ничего на первом свидании. Но по общению, по манере разговора, по своему какому-то позиционированию в жизни, человек понимает, на что готов партнер. Он или она. То есть, если ты считаешь, что один-единственный где-то есть, и он каким-то образом даст тебе сигнал, и ты его схватишь, такое случается один на миллион. Абсолютно точно. Не пробовать и заявлять о том, что ничего не бывает, это все ерунда, всем нужен только секс, никто не готов на серьезные отношения. Это тоже ерунда. Я тебе всегда говорил, ты можешь стучаться в тысячи дверей, но одна из этой тысячи откроется, тебе предложат чай. А что делать, если немножко страшно? А вот что делать, когда страшно? А не надо бояться. Страшно, страшно... Нет, Волков боятся в лес не ходить, конечно. Тут кто-то пишет, что, Саш, не заморачивайся. Я особо не заморачиваюсь. Почему я сегодня вышла в прямой эфир? Потому что мы с Лешей заговорили на эту тему. И я, естественно, не заморачиваюсь. Я живу дальше, я улыбаюсь, у меня жизнь продолжается. Но мы затронули сегодня эту тему, и мне показалось, что она важная. И, возможно, она не только меня сегодня волнует, но и кого-то из вас тоже. Потому что мы, в принципе, устроены все одинаково. Переживаем расставание одинаково. Мысли тоже у нас одни и те же, по сути. Леша. Вот здесь многие пишут, я читаю, я просто на своем телефоне просматриваю. Секс, секс, без секса ничего не бывает. Ребят, ну давайте так. Мы с вами здесь собрались все-таки в первую очередь не секс обсуждать. Это все понятно. Я вам могу сказать мужскую точку зрения. На сексе вы далеко не уедете. Вот да, он сегодня не об этом говорил, кстати. Вы не уедете далеко на сексе. У вас секс будет первую неделю, две недели, месяц, два, три, полгода, год. Потом может перейти в такую стадию, что он вас будет хотеть по пять раз на дню, а вы его уже так хотеть не сможете. Либо ситуация поменяется абсолютно в корне. Так, поменьше думать и анализировать. Остановите свой постоянный внутренний монолог. Внутренний монолог. Это и есть легкость, которую хотят мужчины. Легкость – это спокойствие. Тоже верно. Не надо планировать детей без мужа. Вот, правильно. Кстати, по поводу детей. Вы сказали, что можно и без мужа детей, но я не готова. Я считаю, что ребенок – это плод любви. И я для себя, ребенка одна, я так не готова. Это не для меня. Если мужик любит, то он будет с тобой. Тоже верно. Живи, кайфуй, все будет. Заморочек много, Саша, у тебя. Саша, желание иметь ребенка, желание быть замужем – это разные желания. Правильно. Когда дети рождаются в любви. Желаю взаимной любви, и пусть мужчины любят больше. Без секса быть не может. Алексей, как с вами можно познакомиться, Леш? Секундочку. Уважаемые девушки, я обращаюсь сейчас ко всем прекрасным дамам, которые сидят по ту сторону мониторов, телефонов, планшетов и любых других устройств. Я вышел в эфир только лишь с одной целью. И только с этой целью я буду выходить… С какой? …последующие эфиры, если они будут происходить. Друзья, мы с вами ищем, мы с вами помогаем моей сестре. Я, как старший брат, хочу постараться сделать максимум, чтобы моя сестра была счастлива. Я считаю, что этот человек заслуживает счастья. Я считаю, что этот человек должен быть уже, будем говорить так, в пределе. Я считаю, что этот человек осознал абсолютно все, что у нее было в жизни. И давайте на чистоту. И ты, и ты, и ты, и ты тоже заслуживаешь счастья. Но я, как сидящий рядом со своей сестрой, считаю, что на сегодняшний день моя сестра этого заслуживает больше всех остальных. Спасибо. Я, как любящий и старший близкий ее товарищ. Брат, товарищ. Товарищ. В общем, мы будем искать мне мужа. Мы будем... Интересно ли вам, кстати, такой формат? Вот сейчас у меня родилось. Если мы будем выходить раз в неделю с Лехой в эфир, обсуждать насущные темы мужчины и женщины, и, естественно, кандидатов в мужья. Надеюсь, то, что сейчас начнут писать, и мы можем обсуждать это в прямом эфире вместе с Лехой. Если вам это интересно, ставьте плюсики, то мы такой формат передачи сделаем, и, возможно, действительно, всем Галинжиком погуляем на моей свадьбе. Ребята, вы супер, мы вас любим. Тула, передайте, пожалуйста, привет моей доченьке. Привет, ее зовут Кира. Кирочке, огромный привет. Круто, супер, Саше, все будет хорошо. Да, интересно. Ну, все, тогда так и порешили. Леш, ты готов? Ты что, уже хочешь заканчивать наши беседы? Нет, я не заканчиваю. У меня много, что есть сказать на эту тему. Слушайте, послушайте сейчас внимательно. Это действительно проблема очень многих. У меня много друзей развелись. За одно прошлое лето люди разошлись после достаточно серьезных сроков. За это лето люди разошлись после сроков год, два, три. У каждого свои проблемы, мы это не будем все обсуждать. У каждого были свои цели. Каждый преследовал исключительно, конкретно, что-то необходимое ему. Для головы, для сердца, может быть, для тела, для души и так далее. Но это все, неважно, это все другие. Нам не надо сравнивать, как это происходит у других. Мы берем конкретную ситуацию. Мою. Человек расстался. Да, мы берем конкретную ситуацию с Сашей. Человек расстался. Почему она рассталась? Как она рассталась? Придет время, она захочет, она вам все это расскажет. Но вы понимаете, что есть ситуации в жизни, которые очень сильно вас подталкивают к какому-то уже достаточно серьезному, наверное, осознанию. Что вот здесь я действительно была готова. Но почему случилось так, что это не было взаимно? Ну, я думаю, что мы с этим разберемся. Саша, наверное, не хочет ни с кем быть. А у брата нет друга хорошего. Есть с кем познакомить? Нет, друзья, слушайте. У меня холостая тусовка. У меня холостая тусовка. Кто-то пишет много текста. Так, мне тоже найти мужа. Ну, я думаю, что мы сейчас все объединимся. Я думаю, что это возможно. Если Леха говорит, что возможно, вы меня тоже подбадриваете, что это можно сделать, то почему бы не попробовать? Я считаю, что на войне все средства хороши. Конечно, здесь не война, но, по крайней мере, это жизнь. И Леша меня постоянно говорит, стучись во все двери, бей во все колокола, если ты хочешь достигнуть цели. Ребят, как по-другому? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот у нас с ней постоянный спор. Я в этом смысле более простой человек. Ну, вообще простой человек. То есть я рублю, вот конкретно, правду матку. Вы должны понимать, что здесь вопрос не то, что, ой, мне 36. Надо, не знаю, там уже бросаться со скалы, потому что ничего не происходит в жизни. Ребят, мы уже с вами 15 минут назад определили. 36 – это не приговор. Забыли, подписались, поцеловали, отправили письмо счастья. Давай так, у меня тоже есть какой-то момент, что мне 35 лет, хотя, в принципе, возраст – это не важно, это просто цифры в паспорте. Но сегодня общество нам диктует, что так, там, старородящие, тут у тебя вот это, если ты в 20 не вышла, там уже не выйдешь. Так общество диктует. И, конечно, сложно пробиваться через этот кордон, через этот эшелон вот этих всех страхов и вот этого нагнетения, общего нагнетения, что, в принципе, ты остаешься одна. И как еще, говорят? Да нет, уже всех хороших разобрали. Тебя персик любят. Кто какой-то любит? Не знаю, персик 0,60 тебя любит. Персик меня любит. Поэтому, конечно, есть какой-то момент, у меня тоже есть какой-то рубеж и стопор, я вам так скажу. Есть какой-то страх, что что-то не получится, потому что я стараюсь, конечно, сама себя убеждать, но, естественно, присутствуют. Опять неудача, опять неудача. Да я, блин, устала уже неудачу. Я, правда, я устала разбиваться об эти скалы неудачи. Понимаешь? Ребят, вот давайте так, вы понимаете, что люди, вы все взрослые, если вы, знаете, я не хочу говорить, я ненавижу стандартные фразы, это ужасно. Какие? Претендуй, если претендуешь, соответствуй. Но, если действительно, мы с вами говорим сейчас абсолютно серьезно, мы не вышли в эфир, и я не хочу превращать этот эфир в... Смотри, что тебе написали, деловые, конечно, сами жениться, значит, не хотят, а сестер хочет видеть в серьезных отношениях, вот это тебе сказали. Хочу найти жену, тут кто-то еще пишет. Сашенька, никого не слушай, только себя, вот тут я согласна. Я не хотела замуж, но в 34 встретила мужа и в 36 родила, все ок, вы королева вселенной. Ой, спасибо, каждый возраст прекрасен. Сашенька, на Тиндер зайдите, там много мужчин разных и с разными намерениями. Александр, может вам поискать мужа в окружении друзей своего брата? Там не вариант, нет, там, 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 кстати, заядлые холостяки, заядлые. У него, друзья, заядлые холостяки, там тоже не вариант. Слушайте, я вам сейчас расскажу историю, секундочку. Я вам сейчас расскажу историю. У меня есть лучший друг. Он ровесник моей сестры. Красивый, перспективный, готовый на серьезные отношения. Он не может себе найти на сегодняшний день девушку. Если что, они с Сашей знакомы достаточно давно, они друзья. Я знаю, с вами тоже. То есть это, как бы, не надо сразу там сразу. И там, 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 там планка. Я сразу вам скажу, у него планка невероятная. Она что-то не то скажет, она не подходит. Она как-то не так посмотрела, она не подходит. Это планки. И у мужчин тоже, кстати, когда говорят, у девушек планки, у мужчин такие же планки. И чем старше они становятся, тем планка завышается, Леш. Я с тобой согласен, безусловно. Чем дальше, тем сложнее. И нет такого, просто когда постоянно вот я разговариваю, я говорю, ну вот он там, у меня что-то не сложилось. Это у тебя планка высокая. Вот это прям отговорки, это то же самое, как претендуешь соответствовать. Это такой же клише, у тебя планка. А у мужчин, как будто планок нету. Как будто вы прям, мужики, так любую готовы взять. Сейчас важно, чтобы женщина была при работе, при машине, при квартире, с приданным, чтобы она уже была состоявшаяся. Ну, у меня с этим проблем нет, конечно, потому что я с приданным при работе, при машине и при квартире. У меня нет в этом проблем. Парни, все слышали? Да, но у мужчин же тоже планка. Я не одна такая, а у кого... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Леш. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Но это опять же, это ты говоришь какими-то общепринятыми стандартами. Ты не хочешь делать послаблений. Вот, вот-вот по набережной идет группа в полосатых купальниках. Вот чем, например, плохо вот тот вот, и чем плохо вот тот. Объясни, пожалуйста. Ну, во-первых, идет, главное, с женой и двумя детьми нормально мне предлагают? Нет, нет, но там еще одна группа идет. А, ну, я не вижу, они в темноте идут. Давайте как? Ты что мне предлагаешь? Выходить и говорить, алло, привет, я ищу, табличка, я хочу замуж? Нет, я тебе просто говорю, что где гарантия, что у него такая же планка, о которой ты сейчас заявила? Нет, гарантии, конечно. Ну, как правило, когда встречаешь мужчину, ты сразу понимаешь, не, ну, хотя ты не сразу, конечно, понимаешь. Да ничего ты сразу не понимаешь, ничего ты сразу понять не можешь, это глупости, все. Сразу ты не можешь ничего понять. Тебе надо пообщаться, тебе надо повстречаться, тебе надо поговорить, тебе надо понять, чем человек живет, какие у него принципы, что он вообще хочет от этой жизни. И никто не просит тебя это делать в первый час знакомства после того, как ты ему сказал. Ну, так мужчина, что он делает? Я вам так расскажу, у меня тоже были свидания, ну что мужчина, сначала он тебя ведет в ресторан, а на следующий день он тебе звонит и говорит, слушай, а может ко мне поедем? Ой, я там ужин сделаю, и я, конечно, все понимаю, но я же не маленькая девочка, к нему сразу ехать, второе свидание. Я говорю, нет, я к тебе не поеду. Правило, правило семи свиданий. Что это такое? Потом тебе расскажу. Не, ну расскажи. Ну расскажи. После седьмого свидания можно ехать домой на ужин, девчонки. После седьмого, не раньше. Так у этих мужчин до седьмого-то не доходят, ты понимаешь? Они же не могут выдержать. Давай так, я тебе объясню, почему. Выдержать мужчина не может еще почему, потому что он думает, зачем я буду на нее деньги тратить, время тратить, а если мне там еще не понравится. И сейчас все это ускорилось, все ускорилось, а я каких-то сейчас, наверное, может быть старомодных каких-то понятий, но я не понимаю, чтобы сразу на второй день пойти к нему домой. Во-первых, это интимно, во-вторых, зачем мне сразу посвящаться в его квартиру, как только, кстати, к мужчине приходишь домой, вот самое интересное. Если ты приводишь мужчину к себе домой, забудь, что он тебя поведет к себе. Если приходишь к нему, то он тебя больше никуда не ведет, начинается бытовуха, ты понимаешь? Все ускорилось, никому не надо, всем хочется быстренько, вась-вась, тяп-ляп и нормально. Ну разве нет? Ну вот разве я не права? У вас такого не было никогда? Да. Ну ты сейчас называешь какие-то случайные абсолютно связи, мы конкретно с тобой говорим. Так, тут пишут, а почему не поехать, фигня, все это, это глупости, привет. А как раньше три дня знакомые всю жизнь живут? Ну мне кажется, сейчас это редкость случаев. Да, дай бог, чтобы до третьего свидания дотянули, согласно с вами, и я таких же понятий, как ты. Все правильно говоришь, точно, спасибо большое. Что за бред, правило семи свиданий? Ребята, это была шутка. Но мужик может и после семи свиданий слинять, если ему только одно и надо, тоже верно. Вам нужен спокойный мужчина? Однозначно, мне нужен спокойный мужчина. Да, кстати, это хорошее качество для меня. Брат прав, лучше на этапе свиданий отсеивать, согласна. Бытовуха не нужна, да. Можно и на втором свидании пойти, если не нравится, значит не надо идти. Права, было, да, Сашуль, зря ты так, ты права, лучше с сексом не тянуть. Если там не очень, то будет расчарование. Кстати, а бывало такое у тебя, Леша, что сначала не понравилась девушка, а потом понравилась? Было, конечно. Вот, кстати, тут тоже не угадаешь. Можно провести время, как правило, мужчина очень нервничает первое свидание, девушка нервничает. И там могло что-то не срастись, а только на третье получилось такое, тут тоже не угадаешь. Но, опять же, если мужчине нужно только одно, и ему не понравилось, он не будет добиваться. Конечно, он не будет. Значит, слишком долго задержались, начинается требование, слишком заморачивайтесь, но сейчас молодежь совсем другая. Вы сейчас в Дербенте, мы в Геленджике. Полгода потом к нему домой, чушь. Вы замороченные. Так, самые спокойные люди, знаки земли. Не всем есть достойный мужчина, значит, вы притягиваете недостойных. Послушайте Сатью Дас. Давайте встретимся. Хорошо. Персик, Персик пишет. Правильно, Саша. У всех все одинаково, все одно и то же. Может, вам к астрологу обратиться? Возможно, надо менять место, если долго не находишь свое. Почему ты думаешь, что секс нужен только мужчинам? Не, ну, разумеется, и женщинам тоже. Это я так. Конечно, конечно. Саша, я с мужем до первого поцелуя полгода ходила гуляла. Мы оба друг друга стеснялись и боялись спугнуть. Твоя половинка также тебя ищет. Я надеюсь на это. Я замужем 11 лет, в любви, на четвертом свидании к нему. Но он сам трогать меня боялся. Сама пристала на седьмой день. Знакомьтесь с иностранцами за границей. Больше мужчин там, в России. Когда не ждешь, он появляется. Это твой друг, это мой брат. Ну, за границей, я не знаю, у меня менталитет, я русская. И мне, наверное, мне не нравятся иностранцы. Я не понимаю иностранцев. Я хочу за русского замуж. Я точно знаю, однозначно, чтобы он был русский. Вот так. Ну, что ты там читаешь? Я читаю чат, и я жду, когда ты проговоришься. Ну, я проговорилась. Все, ты будешь меня переговорить? Нет. Значит, слушайте, внимательно, уважаемые дамы. Я вам скажу следующее. Конечно же, никто ни от чего не застрахован. Ни от секса на первом свидании, ни от секса на втором, ни от секса через 9 месяцев. Мы будем с вами... Зайди в машину, пожалуйста. Мы будем с вами говорить на серьезные темы. Одна из серьезных тем, это, конечно же, отношения и как себя вести в этих отношениях на первом свидании. И знаете, какой будет... А ведите себя так, как вы чувствуете, в первую очередь. Быть собой. Быть собой, это первое. Да. Второе. Ребята, если нету химии, ни о каких дальнейших встречах, сексах и каком-либо продолжении быть, конечно же, не может. Если у вас появляется какой-то интерес, тогда вы, конечно же, встречаетесь дальше. Вам интересно узнать, а что будет дальше. А как он поведет. А как она поведет. Как он посмотрит. А возьмет он за руку, за талию и так далее. Мы, конечно же, сейчас можем говорить, ой, да ладно, там все, привет, малышка, поехали ко мне и так далее, так далее. Ребят, мы не берем эти дела. Мы не говорим с вами об этих всех случайных связях. Мы не говорим о быстрых знакомствах такого формата. Когда начинается какое-то панибратство, когда люди нарушают личное пространство. Нет, речь совершенно не об этом. Речь идет конкретно о том, чтобы найти молодого человека, мужа, человека, которому действительно хочется, человека, которому интересны отношения, человек, который готов работать в этих отношениях и над этими отношениями. Конкретно с моей сестру. Вот мы здесь сидели. Кондиционер от меня, я и так просты. Да. Вот мы здесь сидели и смеялись. Она мне говорит, слушай. Потише сделай. Слушай, ну хорошо, а как мне? Я что должна там? С каждым выходить на встречу, который мне сейчас будет в инстаграм писать? Ну нет, ребят, я же вот пытался сказать здесь самую главную вещь. Если у вас есть интерес, и если вы действительно готовы на какие-то авантюры, ребят, город Геленджик, прилетайте. Ты что, серьезно? Нет, ну подождите. То есть вы что, вы думаете, что мы здесь шутим? Прилетайте, ребят. Напишите моей сестре. Если у вас не зайдет разговор, значит он дальше точно уже не продолжится. Заинтересуйте. Покажите себя. Никто не просит вас выкладывать набережную из роз и подгонять тут белые лимузины. Это никому не надо. Вы пытаетесь брать другим чем-то. Не то, что у вас на нижнем этаже находится, а то, что в первую находится здесь. Вот мне это и важно, что находится здесь и здесь. Конкретно для нее важно то, что находится здесь, ребят. Да, это самое основное. Все это ясно как день. Да день прекрасно, потому что сегодня чудесный день, но завтра Лешка уезжает. Он завтра уже улетает в Москву, он живет в Москве. Брат мой не женат и все это спрашивают. Кто-то спросил еще о том, что у меня была сестра, это мой родной брат. Уехал троюродный и у меня еще есть сестры, тоже троюродные. У нас очень много братьев и сестер, поэтому это мой родной. У меня один единственный брат и он родной. Александр, говорю, есть мужчина? Уже нету. Еще раз, еще раз. Здравствуйте, добрый вечер. Все, кто только что к нам присоединился. Ребята, у нас достаточно серьезная тема для разговора и достаточно серьезная причина, по которой мы вышли сейчас в эфир. Александра Харитонова рассталась с молодым человеком. События, события. Леш, ну прям не надо так уже прям озвучивать это. Ну почему не надо? Ну а мы зачем с тобой вышли в эфир? Ну уже мы это озвучили, не надо это несколько раз повторять. Наверняка есть люди, которые не знают, о чем речь. И они хотели бы узнать причину. Ну вот ты просто опусти эту подробность. Просто скажи, что вот в таком ключе мы выходим. Не надо мне это постоянно напоминать. Ну хорошо, мы выходим, мы выходим в поисках. Мы помогаем ей, так сказать, создать ячейку общества. Нет, ребят, ну давайте, конечно, мы можем, правда, шутить на эту тему сколько угодно. Гузеева, дом 27. Ну вы же понимаете, что это все не серьезный разговор. Кто-то пишет, из-за чего расстались, потому что не было перспективы в отношениях. И я поняла, что я не хочу тратить время. Из-за этого и расстались. Для меня сейчас просто проводить время с кем-то без перспективы нет никакого смысла. Поэтому я считаю, что нужно закрывать одну дверь и уже точно выходить и строить свою жизнь совершенно по-другому. Не зацикливаться и не ждать, потому что можно так прождать, и будешь несчастной. Когда нет перспективы, я не понимаю, что делать в отношении. Знаете, эфир похож на прямой эфир с Малаховым. Как-то наигранный, не от души. Крутой брат. Выходим в открытое море свободных кораблей. Да, вы в поиск, я с вами. Я замужем и за 16 лет три раза была химия. Как это объяснить? Теперь даже боюсь эту химию. Хочется стабильности с мужем, но эти чувства, они прекрасны. Бабочки летают, так весело. Объясню, что происходит за брак. Женщина может разлюбить своего мужа и потом вновь в него влюбиться. И это вот такой бесконечный процесс. Если вы переживаете этот период, то тогда все получается. И вы можете влюбляться несколько раз. А сколько продлились отношения? Достаточно долгое время. Достаточно долгое время. Почему дом 27 несерьезно? Давайте а-ля клуб серьезных знакомств создадим. А какие перспективы нужны вам? Перспективы на то, что человек готов идти дальше со мной. А не просто какие-то встречи и потом уезжает, а потом он приезжает, он мне просто пишет. Он даже не звонит, а просто пишет. И потому что вот такой формат его устраивает. И когда я спросила, а что мы будем делать дальше? А там ответа не последовало. Я поняла, что если у тебя нет ответа, что мы будем делать дальше? Потому что когда люди встречаются какое-то количество времени, потом ну как-то надо съезжаться, как-то думать уже, что мы вместе. А получается, что просто удобно. Мне вот эти вот удобно, мне не надо. Даже если мне там хорошо. Даже если мне спокойно. Я не понимаю гостевой брак. Я не понимаю гостевой брак. А когда у тебя уже прошло какое-то время, и человек не мочит, не терится, ну тогда извините, я не понимаю. Мне хочется все-таки какого-то развития к нам бабочка залетела. Какой-то мотылек залетел. Ну пусть летает. Ой, мотылек. Все, улетел. Блин, мотылек, извините. Да, это правда. Можно любить, а потом разлюбить и снова полюбить. Саша Должанский освободился, да. Так, материальное важно. Дальше это как? Алексей, у вас сестра очень мудрая. Сашуль, ты умничка, мужчина. Это только поступки. Аккаунт брата. Леш, аккаунт брата. Нет, ребят, меня нет в социальных сетях. Скажи все. Нет, мне не изменяли. Я не могу сказать, что все. Кстати, вот верность была, это точно я знаю. По крайней мере, я не могу говорить с другого человека, но я никогда не ловила, я никогда не видела. Если даже что-то и было, я об этом не знаю, слава богу. Поэтому здесь я не могу сказать, что измена. Тут я просто понимаю, что человек, он был не готов. Когда мне было надо, я говорю, ты приедешь? Он мне сказал, я не могу, у меня не получится. А мне было очень надо. И когда я сказала, а что мы тогда будем дальше делать, когда у меня сейчас проблемы, ты не можешь меня поддержать, и ты не можешь приехать. Не потому что там какая-то работа, а потому что он считает то, что вот сейчас мне неудобно, мне не хочется. Тогда я не понимаю, если сейчас мы не прошли какую-то проверку, ты не помогаешь мне, не приезжаешь, не поддерживаешь. А что будет дальше? Ну, я... Все равно женщина чувствует, когда мужчина серьезно расположен и настроен, а когда просто удобно, хорошо, комфортно. Возможно, он меня и любил по-своему. Но я прикипела очень сильно. Но я готова. Я такой человек, что я могу оборвать резко, даже если у меня сильные чувства. У меня нет с этим проблем. Если я не чувствую отдачу от другого человека. Потому что я считаю, что отношения – это абсолютно взаимность такая. Не то, что я тебе, а ты мне. Я готова любить, и я это делала, и принимать, и наоборот, помогать, и поддерживать. Я это все делаю. Но когда я попросила один раз «помоги», а мне сказали «нет», я не вижу, я не понимаю. Да, отношения на расстоянии неотношения. Ну, правильно, он привык перекидывать все проблемы на других. Зачем не понимаешь? Ты, может, с ним поговорить тогда, может, вы не сблизились полностью еще. Сколько встречались? Мы встречались полгода. Нет, в соцсетях, а сам инстаграм не читает. Ребят, это не мой инстаграм, это папин инстаграм. Я залогинился для того, чтобы помогать Саше читать чат. Мужики умных и уверенных себе женщин почему-то остерегаются. Тут я с вами, кстати, согласна. Потому что, знаете, какой момент еще произошел? Он видит то, что, в принципе, у меня родители, у меня все в порядке, я там как-то не нуждаюсь. И вот это расслабляет очень сильно мужчин. То, что он думает, а, ну она все сама, она же может сама справиться. Вот, наверное, тоже некая такая ошибка, что я показывала, что я могу все сделать сама. Как бы там только его, наоборот, у меня какие-то что-то происходит, я не пойду к нему, а я сама решу. А вот это, наверное, и была моя ошибка, потому что мужчина к этому привыкает. И как только сталкиваться с проблемами, если там не было их, вот, наверное, это их сразу и пугает. А у меня, ну что разговаривать? Я сказала, если ты готов, то ты можешь приехать. Я жду тебя, я всегда открыта к диалогу. Нет? Сашуля, ты реально не чувствовал раньше, что он не серьезно к тебе относится? Ну, вы знаете, наверное, порой как-то, в какие-то моменты я закрывала глаза, потому что мне было хорошо. И когда тебе хорошо, и ты чувствуешь, наверное, где-то я сама себя оберегала от этого, устраивала какой-то щит такой, чтобы этого не видеть. Но наступает, поскольку я стараюсь открыто в себе во всем признаваться, я в тот момент призналась, что да, были уже предпосылки, что он это может сделать. Ну и, собственно, так и получилось. Ну да, для меня полгода это срок, да. Друзья, вы поймите, что вообще срок это ни о чем. Есть огромное количество людей, которые год, два, три, пять в браке, не в браке, в отношениях, не в отношениях, но все заканчивалось. Разве, подожди, вот скажи, вот написали полгода это, и ты хотела серьезно, разве полгода это мало? Друзья, нет. Нет такого вообще. Нет такого понятия мало. Можно встретиться и сразу начать жить после первой проведенной ночи. У меня даже такие были примеры. Вы можете почувствовать какую-то связь уже на первом свидании, на первой встрече, с первых слов. Здесь нет такого понятия, как срок. Продержись срок, полгода мало. Да, это какая-то ерунда. Через год надо вот только тогда, надо посмотреть, надо подумать, не надо ничего смотреть. Есть либо подходит, либо не подходит, но что-то есть. И ты думаешь, окей, вот здесь вот я постараюсь копнуть поглубже, потому что что-то есть. Есть перспектива, есть интерес. Нельзя просто так от этого отказываться. Потому что вот где-то там что-то вот, ну вот просвет, какой-то есть просвет. Давай попробуем чуть-чуть копнуть. Вы понимаете, здесь вот что касается отношений, я поняла для себя такую вещь, что... Если ты будешь тянуть кота за хвост и обманывать себя дальше, это только будет работать на разрушение. У меня появился червяк. Я его тут же высказала. И я дала ему... Я сказала, если ты готов, ты приедешь. Если ты готов. И это должен был быть поступок. Не слова, а поступок. И я сказала, я открыта к диалогу. Я говорю, я хочу видеть тебя здесь. Ну, спустя полгода человек просто не приехал. Значит, я поняла, что эти полгода были коту подход. Вот и все. Потому что мужчина это не слово. Не просто там пусю-мусю по смс. Меня этим не прокормишь. Пусю-мусю это осталось 20 лет. А как только я даю ему выбор и ответственность, и вот тут ты проверяешь мужчину. Это не то, что была проверка. Тогда я сказала это как чувствовала. Потому что я не собираюсь замалчивать. Это не проверка. Это сейчас я понимаю, что я хотела поступка. Потому что я делаю поступки. Это не значит, что он должен сделать его. Но я дала ему карт-бланш. Сказала, окей, приедь сюда ему, пожалуйста. В общем, что уже тут обсуждать? Мы уже вышли с другой темой. Это все в прошлом. Как бы это ни было, это все в прошлом. Но в любом случае я переворачиваю эту страницу. Вот здесь отличный вопрос. Точнее говоря, не вопрос, а утверждение. Мужчина без поступков это не мужчина. Вот по твоему мнению, какой должен мужчина совершить поступок, для того, чтобы ты сказала, ой, вот это молодец. Ты мне не кричи на уху. Ай, молодец, вот это красавчик. Ты знаешь, я... Ну, мое мнение, что, наверное, мужчина, он познается в каких-то вообще бытовых трудностях девушки. Например, если... Я объясню. Если, например, вот у меня машина. И бывает такое, что там сломалась машина, что-то случилось. И ты, как правило, звонишь и говоришь, слушай, а ты не поможешь мне? Мне там сервис нужен. Ну, я не знаю, как, блин, с этими штуками. Ну, не хочу я в этот вонючку в эту ехать в сервис. Отвези мою машину, пожалуйста. И он, да не, ну ты сама справишься. Да в смысле справлюсь? Вот для меня поступок, если мужчина мне в этом поможет. Скажут, да, ты знаешь, твои обязанности, там, продукты, кухня, быт, дом, меня поддерживать, подстраиваться под меня, терпеть меня. Вот я считаю, что женщина вот этим занимается. Подстраивается под мужчину, вовремя замолкает, не делает ему мозги. Вот то, что я делаю. А когда у меня что-то случается, то, чем должен заниматься мужчина. И тут, пожалуйста, приходите на помощь. И причем, может быть, в следующий раз я сама это сделаю, но мне будет реально приятно. Это будет та энергия, та отдача, которую мне дадут. Ты понимаешь? И этот будет пустяк, но он будет самый важный пустяк для меня. Если мне пойдут и масло поменяют, например. Или поедут и вызовут мне мастера там дома. Какие-то вот такие, что должен делать. Я не говорю про деньги, про обеспечивание. Это вообще, это все, это потом все приходит. То, что в данный момент я работаю. Можно я сейчас кое-что скажу? Ребят, масло хочет кто поменялся в машине? Город Геленджик, Краснодарский край. Ну, разве я не права? Ну, разве я не права? Девчонки, ну это же приятно, согласитесь. Так, чем бы он был в первую очередь спокойный? И говорит, конечно, мать, сейчас приеду. Ну, а там дальше, как у Ракова, надо умную девочку включать. Ну, дорогой, мне очень надо, лучше тебя никто не сделает. Ну, конечно, да. Так, да, мужчина должен, как и друзья, познаваться в беде. Сейчас большая редкость встретить такого мужчину. Огонь. Ты, конечно, масло никто... Я поменяла, причем масло сама недавно, ребят. Я его поменяла. Ой, не могу. Так, Сашуль, вы говорите все правильно, но если такой опыт нужен был... Да, да, я тоже говорю, что это опыт, который мне нужно было пройти. Я рада, что он есть. У меня были прекрасные, чудесные, офигительные. Я ему очень благодарна за все. Реально. Очень. И причем, кстати, вот мы сейчас с Лешкой разговаривали по поводу отношений. Он там начинает... Как вот мужчины любят. Знаете, по факту. Ой, да ладно, вот, наверное, это был какой-нибудь там не такой. Вот он такой, я говорю, не трогать мои отношения. Вот я за свои отношения. Это было лучшее, что было у меня на данный момент. Я считаю, что порочить и пошлить свои отношения просто это категорически нельзя. Категорически. Это была моя сказка, моя любовь. Понятно, я высказала, был действительно прецедент. Но на этом заканчивается. Это все равно моя сказка. Я очень благодарна, что это было у меня. Да, есть проблемы, которые по-женски не хочется решать. Машины к ним относятся. Так, не нужен такой опыт, только душу рвать. Ну, что делать? Блин, ну, я вот понимаю, что вся жизнь на самом деле такая. Ты постоянно где-то рвешь душу, ты постоянно где-то себя ранишь. Ну, вот, наверное, так жизнь устроена. Вот и все. Саша, была работа, программа, не помню, да, люблю, не могу, люблю, не могу было. И все будет хорошо, эта программа называлась. Хорошо, что вы кайфанули, тоже хорошо. Конечно. А по мнению брата, в чем выражается любовь мужчины? Кстати, хороший вопрос. В чем выражается любовь мужчины? Давай, отвечай, и надо завершать. Мы уже сейчас сидим. В чем выражается любовь мужчины? Да? К женщине? Ребят, за всех мужиков не скажу. Ну, за себя скажи. Он должен в первую очередь быть близок к ней по духу. Должна быть какая-то, ну, как мне кажется, химия без этого никуда. Он должен чувствовать, что вот эта женщина, это та самая единица его жизни, ради которой он готов творить. В первую очередь. Вот любовь, она, ну, вы понимаете, для каждого она своя. И каждый пытается ее обрисовать по-своему. Мне про себя сложно говорить, потому что у меня не совсем, будем говорить так, стандартные понятия любви. Я все-таки такой достаточно заскорузлый, холостяк. И я немножко по-своему смотрю на это по разным причинам, разные были отношения, но это не так важно. Я считаю так, что любовь это то чувство, которое не разлучает вас с женщиной. Да, это вот, вот, кстати, вот это абсолютно точно. Я считаю, что если человек не находится рядом, ни о какой любви... Сейчас, подожди секунду. Девчонки, вы многие пишите ответственность поступки, ответственность поступки. Давайте уже разберемся и определимся и поставим на этом точку. Ответственность и поступки, об этом даже не надо говорить. Это должно быть заложено с молоком матери. Если ты начинаешь какие-то отношения, значит, у тебя должна быть ответственность за эти отношения, и ты просто обязан совершать поступки. Это твоя прямая обязанность, как человека, который готов брать ответственность и который встал на путь тех или иных отношений. Вот и все. Я завершаю эфир, мы уже час с вами просидели, это огромная благодарность вам, что вы были. Мне кажется, сегодня как-то даже мне легче, мне даже душу отвело немножко. Вот тут вот написал про моих родителей абсолютно правильно. Мой папа, когда познакомился с мамой, они познакомились, и мама улетела отдыхать. Ее не месяц не было, они с мамой были на телефоне. Потом папа встретил ее в аэропорту и больше не расставались. Они месяц общались по телефону, потому что мама была вынуждена уехать. Потому что они познакомились просто внезапно. И после этого папа сразу стал с ней жить, сразу там она забеременела, и у них была свадьба, и потом родилась я и так далее. И папа сразу брал поступки. Разумеется, глядя на моего отца, который помогает во всем, как женщинам нам, помогает во всем и понимает, что нам тяжело, и мы для него хрупки, конечно, я хочу, чтобы мой мужчина был похож на моего отца, я могу все сделать сама, но, конечно, для меня очень важно, чтобы человек, который будет рядом со мной, он также мог со мной вместе поддерживать меня, как и я его. И вот я считаю, что это и есть суперсоюз, суперсоюз, когда и тогда мы можем пройти до конца, до старости и вместе продержать эти отношения. И не важно, какие бури будут в нашем доме. Я вижу это по своим родителям. Мои родители очень много пережили. И, разумеется, для меня это в данный момент показатель, огромный показатель, какие трудности они переживали. Это никому не снилось. В каждом дому по кому, как говорится. Но они сегодня вместе. Я вижу, как он бежит маме помогать, как он относится ко мне, как к дочери. И, конечно, я хочу, чтобы у меня был такой же муж и с таким же отношением к детям. Вот это для меня самое-самое важное. Почему я сказала, любящий отец, если мужчина любит детей, он будет замечательным мужем. Это 100%. По крайней мере, так было в моей семье. И остается так. Всем любви. Последнее слово. Значит, цель нашего эфира была такая, что мы ищем Саши мужа. У нас был достаточно неплохой эфир. Мы пробили планку в 570 человек. Это было круто. Все желающие познакомиться. Не надо стесняться. Проявляйте себя. Пишите Саше в директ. Друзья, никаких дикпиков. Никаких дикпиков. Я тебе потом расскажу за кадром, что такое. Я не знаю, что такое. Все только честно, чинно, благородно. Спокойной ночи и удачи, друзья. Удачи вам. Спокойной ночи.